ребят приветствую на моем канале и это oblivion от беседы elder scroll 4 и я в на формах учитывал такие интересные вещи говорят ну типа ну нужно играть на высоком уровне сложности в эту игру безусловно и при этом сколько раз я смотрел прохождение допустим до тех же самых высоких уровней сложности вот и прочего я заметил одну странную вещь почему-то все либо проходят начала игры на легком уровне сложности так и сейчас секундочку вот либо проходит на среднем либо легком уровне сложности начала да то есть канализацию либо 4 передел либо проходит с адскими багами багуют нпц стреляясь по ним из мест на которые не могу запрыгнуть и так далее в принципе я не разделяют такой идеи я вообще не понимаю почему это делается от самой высокой уровень сложности да это сложно да придется возможно несколько раз умереть как бы но в целом то в чем проблема начать на высоком уровне сложности особенно за мага возможно там заучника я родился 87 лет назад 65 лет я властвовал над тамриэлем но сны мои так и остались не подвластны мне я видел врата короче ребят я не вижу смысла дальше смотреть понятное дело что у нас будет допустим я не знаю ха хард назову его вот понятное дело что это будет бретонец но тут гадалки ходить не нужно мы выбираем бретонца вот можно не бретонца можно не ну же конечно бретонца безусловно бретонец наверно лучший за кого можно пройти стартовую подземелье все остальное мне в принципе вообще до жопы ну моложе его сделаем пойдет да красивенько расставим вещи блин как вы видите это легко делается даже на высоком уровне сложности ладно включаю вечный бег нам нужно всегда бегать к тому же в отличие от моровинда здесь бег не тратит силы вот по поводу на колду что-нибудь мы поставим на единичку на двоечку в принципе можно использовать даже щит я его даже возьму там на пятерку но в принципе я проходил и без счета на самом высоком уровне сложности да слышал я понял умрешь ты слышишь страшники идут за тобой и закрой за нами эту дверь нет мои сыновья они мертвы мы не знаем было совершено нападение нет нет они мертвы я знаю это кто этот заключенный сделает здесь эта камера должна была оставаться свободной наверное наверное стража напутала я ладно открывай эту дверь назад заключенный если ты встанешь у нас на пути мы убьем тебя без колебаний ты заключенный уйти с дороги отойди все все не путайся у нас под ногами признаков погони стой на месте заключенный хорошо пошли мы еще не выбрались из этой передряги ты я видел тебя подойди короче я все скипаю потому что речь сейчас идет пожалуйста ваше величество мы должны идти дальше лучше не закрывать я блин выстраивал аккуратненько все здесь все потоптали блин ну тут у нас идет обучение если честно оно очень задолбистое вот и оно даже в бою нам сильно мешает это тебя не касается заключенный главное что сделать главное на удобную кнопку настроить ну выстрел магией а второе это помнить что через блок капитан мертва солян через блок косты проходят лучше с вами все в порядке сир пока мы в безопасности она мертва прошу прощения отойди в сторону ну как-то быстро она слилась на самом деле нас интересует только ее катана и то в принципе не особо я не знаю я не знаю но назад возвращаться уже слишком поздно сохраняемся нам эту катану лучше взять в руки одеваемся в робу в принципе это не обязательно но в принципе я одеваюсь вот в роба нам обязательно то есть мы другие доспехи не одеваем это потому что падает эффективность я об этом чуть позже расскажу здесь возможно придется завязать шкуру дракона потому что это самый сложный момент в этой игре кто недооценил клинков я прикрою тейл вот в этой части обычно все либо занижают уровень сложности игры потому что ну как бы крысы тут очень жесткие их две штуки либо залазят сюда на крышу блин из крыши стреляют блин и тем самым ну багуют крыс я конечно сейчас не лучшей форме я несколько раз сольюсь безусловно на этих крысах но есть способ как бы более не менее ну не читерный допустим да тоже можно их обузить грубо говоря там на определенных моментах но в принципе честно с ними драться в свои далекие времена вот в те в те далекие времена когда я играл еще там через год через два после выхода обливиона вот еще когда ваших таких вот скайримов и не было нигде вот я уже в принципе на тяжелом уровне сложности проходил этих крыс при этом я их никак не обузил просто каждый выстрел который я выпускал из вспышки каждый выстрел попадал в юнита но я там настолько там преуспел я тогда хорошо играл в шутеры там в контру и прочую дичь вот и я в принципе прям очень метко стрелял по ним я прям каждый выстрел и да если ты ни разу не промахнешься то в принципе тут вообще ничего воевать с ними но сейчас я буквально он пробовал я промахиваюсь вот безусловно я сейчас здесь да 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 и пытайся идти за нами я сейчас покажу что будет если не убегать от них мы ставим блок я сохраняюсь блок стреляю по ним агей вот они делают прыжок здоровье ухудшилось ваша магическая энергия сочеталась и я умер собственно я все предельно просто выжить нереально думаешь ну тогда может наверно можно как-то от них бегать можно и бегать видите но они всегда за тобой споспевают я как вариант прыгая здесь делаю метки и выстрелы и тем самым видите на опережение стреляя на изи просто их убиваю просто легчайше если честно фигня мешает очень сильно если честно если вы можете и сейчас я просто отлично сыграл потому что видимо вчера я очень много раз умирал вот в принципе тут перепрыгивать в легкой броне это делать легко они начинают вот так вот по тупой по тупой траектории сюда бежать если отсюда не выпрыгнуть они прыгают и бьют тебя поэтому ты перепрыгиваешь сюда они до унитаз и начинают бежать по этой траектории оббегают бегут здесь ты еще здесь можешь по ним постреливать и так вот на опережение потом снова перепрыгивать сюда вот стреляешь по ним вот тут вот тут вот тут Потом, ну, собственно, опять перепрыгиваешь Стреляешь по нему вот здесь вот Ну, я промазал, но он возвращается обратно Ну, как я эту крысу только что убил Блин Здесь, здесь можешь разок попасть по нему Здесь попасть и здесь попасть Ну, то есть, вы поняли, да? Вот, то есть, на изи просто уничтожать Я не вижу в этом ничего сложного Не нужно их багать Вот Я считаю Они легко убиваются Также рекомендуют все проходить Ну, под стелсом То есть, ползать под стелсом Но я его там смысла особо не вижу Блин, промазал Ага, здоровье А, мана, да? Здоровье у нас еще более-менее нормально Я не вижу сильно смысла Здесь прям под стелсом ползать Но, вполне вероятно, это будет проще Но проще не означает, что быстрее У нас есть время Мы можем отдыхать И у нас восстанавливается ХП и МП Собственно, как и в Моровинде Как и в Даггерфолах Всяких там аренах И прочей дичи Вот Ничего тяжелого брать с собой Не вижу смысла Единственное то, что нужно будет Что-то потом продавать Однозначно Поэтому берем только то, что можно Нести легко И легко Продать Дубина Вес 8 Цена 3 Фигня, короче Дубину мы не берем Здесь мы берем стрелы Они, в принципе, легкие Вес 3 Цена 5 Ну, фигня тоже, если честно Ржавый меч Я возьму щит Но мы его не одеваем Лук Вскрываем Ну, сапфир и всю эту херню Естественно, мы берем Ржавый этот И кожаную одежду В принципе, тут соотношение 1 к 5 В принципе, можно и взять Вот На продажу Проходить можно не только магией Можно проходить и луком Но лук Немножко Я не знаю Хуже Давайте попробуем луком Может быть, просто кому-то интересно Что из себя представляет лук Но луком, конечно, нужно Из-под стелса Это делать И я понял, что лучник С меня Говно И я понял, что лук Тоже Говно Поэтому, собственно Мы Луком не пользуемся Мы пользуемся Магией Вот И в жопу Всякие стелсы Мы и так Очень крутые Использование заклинаний Чтобы Ну и я понял Да Бретонец Собственно Божит Почаще сохраняться Главное надо И все И аккуратнее играть Я мясо с крыс Собираю Но в принципе Можно и не сильно И собирать Лук Вес 80 на 10 Второй Брать я не вижу смысла Латы Возьму Конечно Вот Потому что Ну Если честно Разные люди По-разному Некоторые Все-таки Предпочитают Бегать В латах Но я сразу Скажу Что в латах Есть один Большой минус Если надеть Латы Не то Нажмал Вот Если надеть латы К примеру То У магии Пропадает Эффективность Чуть ли не На 14 Процентов Вот Казалось бы Это понт Зато у тебя Броней много Казалось бы Ну а брони Реально много 4 Блин В отличии от Вообще Нисколько Плюс Еще Можно И щит Одеть Допустим Того Будет 6 И Блокировать Можно Безусловно Это Я еще Не надел Сапожки Вот Это О 7 Вот Ну то То есть В принципе Можно Тут Одеться Я еще Не нашел Шлем Он Чуть Дальше Будет Там Вообще Будет Хорошо Но При Этом Эффективность Вообще Падает На 23 Процента Вот И Ваша Магия Просто Слабее Бьет Означает Чверть То есть Смотрите Если Вы Убиваете Противника С 3 Выстрелов То Теперь Вам Придется Убивать С 4 Кастов Вот А на это Не всегда Хватает Маны Сразу Скажу Вот Поэтому Только Роба Вот Без Щита Потому Что Щит Тоже Блин Очень Много Требует Ну Лучше Играть Аккуратнее В этой Игре В отличие От Моровинда К сожалению Нет Такой Замечательной Штуки Как Битва Без Доспехов То есть Там Идет Как Если На вас Нет Доспехов То У вас Появляется Базовая Защита Вот Она Небольшая Вот Но Она Есть Вот И Что Самое Интересное Если Получать Урон То Она Прокачивается Там Нормально Короче Так С Этим Парнем На него Против него Магия Мало Эффективна На него Можно Конечно Прокачивать А он Вообще Лох Чтоб Вы Поняли Смотрите Он Подходит Делать Вот так Вот Давай 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 Полнейший Лошара Ой 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 Что Происходит Давай Давай На Гори Ой Блин Я чуть Тут Сам Себя Не Это Давай Давай Хоп Гори А Можно На нем Немножко Отрабатывать Удары На одной магии Здесь Много Не побегаешь На самом деле Ваш запас Сил Упал А Блин Если б не Эта фигня Была Вообще Замечательно Ну Короче Видите Он Лох Полнейший Вот Достаем Все его Ингредиенты Вот Оружием Здесь Иногда Придется Махаться Потому Что Ну Мы Не Не Все Могущественные Мана У нас Заканчивается Да Мы Можем Ждать Регенить И Все Ж Здесь Кстати Кто Не В Прям Какой Сложности Да Надо Чуть Напережение Стрелять Да Там Чуть Есть Как бы Промахи И Да Если Играть Не Бреттаном То Маны Может Не Хватать Понятное Дело Каким Нибудь Атронархом Здесь Вообще Делать Ничего Можно В принципе Здесь Поиграть Еще Альтмером Но Я скажу Что Альтмером Будет Потом Сложнее Потому Что Потом Пойдут Гоблины Я Уже Если Честно Не Сильно Помню Где Тут Я По Обратите Внимание Что В Принципе По Нимчем Не Подозревающей Крыски Мы Успеваем Сделать Два Выстрела Пока Она Тупит Просто Выпускаете Два Выстрела И Она Сразу И Получает Два Выстрела По Лицу Нас Тут Кормят Банками Говорят Ты Банками Будешь Пользоваться Да Скорее Всего Против Гоблинов Я Буду Пользоваться Банками Скорее Всего Против Гоблинов Я Воспользуюсь Банками Как Тут У нас По-моему Крыски В таком Неудачном Месте Оружием Здесь Все-таки Пользоваться Иногда Придется Добивать Крыс Блин Вообще Крыса Сильнее Нас Поэтому Драться С ней В ближнем Бою Абсолютно Нельзя Короче Как Я Только Что Делал И Промахиваться По ним Тоже Нельзя Блин Ладно Но Через блок Очень Большой ДПС В общем То На больших Дистанциях У крыс Вообще Нет Шансов Выпускаем Два Патрона И Видим Очень Много ДПС Сразу Пробиваем Остальное Уже Дело Практики Ну Короче Маги Здесь Очень Мощные Вы Видели Лучники Вообще Ничего Не Могут Сделать Вот К сожалению Я Не Показал Что Из Я Представляю Я В Ближнем Бою Да Надо Наверное Латы Одевать Так Самое Сложное Сколько Я Мучился Открывать Эти Самки Все А Сейчас Прям На Изи Прохожу С Первого Раза Скажу Я Честно Это Нетипично Для Меня Во Время Съемок Видео Ну Вы Сами Понимаете Что Когда Снимаешь Видео Объясняю Тем Кто Снимал Видео То Там Всегда Все Сложнее Есть Ржавый Доспех Есть Железный Ну Там Шлем Короче Был Блин Какой Такой Сделал И О Давайте Давайте Я сделаю Паузу Ну Я Вначале Конечно Сохранюсь Потому Что Очень Удачно Смотрите Кожаный Щит Ну В принципе Мы Его Оставим Потому Что У него Соотношение Один К Пяти Одеваем Шлем Латы Стальную Щит Ботинки Ботинки Скорее Всего Еще Защита 10 У нас Есть Меч 10 Защита Вот Все У нас Есть Топовая Катана На то Что Вообще Здесь Можно Достать Лучше Ты Ничего Найдешь Вот Ну И Давайте Воевать С Этой Крысой Одну Крысу Убить Можно Можно В Принципе В Топовых Доспехах И то Он Оставил Прям На Из Это Надо Каждый Удар Стараться Блокировать Щитом Я Не факт Что Успевал Безусловно Вот Не факт Что Успевал Но Согласитесь Магия В разы Здесь Круче Но Как Воевать Против Других Крыс Я Без Понятия Если Честно Зачем Мне Рисковать Смотрите Я Маны Потратил Вообще Понт Зачем Мне Рисковать Драться Там С С Ними На Мечах Блин А С Лука Вы Тоже Видели ДПС Там Просто Просто Пушка Блин Из Подстрелся Стрелял Нихера Не Наносил Магия Прям Топчик Тут Какой-то Чуть-чуть Напережение Блин Легко Раскачивают Двух Крыс Как Б Но Вы Видели Они Если Начинают Прыгать То Вы Думаете Наверное От Нее Можно Убежать От Крысы Нет От Крысы Вы Хер Убежите Просто Вы Можете От Зомбака Бегать Хоть Полчаса От Крысы Нет Она Как Только Добегает До Момента Она Начинает Микро Чаржить Что Такой Микро Чарж Я Тут Не Могу Микро Это Означает Что Ты Подбегаешь Ближе На Какой-то Промежуток И Просто Начинаешь Спамить Силовыми Ударами Ну То То Он Чуть Чуть К тебе Быстрее Подбегает Ну Вы Поняли Короче Да Опасное Место Какой-то Или Нет Так При Желании Безусловно Собираете Эту Всю Муть Вот Вот Тут Цветочки Собираем Тут Где-то Камушек Рубин Дорогой Серебряный Кубок Один К Трем В принципе Такое Ну В принципе Можно взять Если честно Один К Трем Неплохое Соотношение На Прот Что Я взял Кость Какой-то Зашибись Вот Череп Господи Набрал Блин Скажешь Ты можешь Тут Хилиться Еще Да Обычно Я хилюсь Вот И Хилка Это Очень Хорошо Она Прокачивает Тебе Исцеление Вот И вместо Того Чтобы Ждать Лучше Захилиться А потом Ждать А потом Ждать Ладно Почаще Сохраняемся И мы видим Первого Гоблина Здесь Нам Сразу Подсказывает Что Лучше Вам Красть Вот Ну Так И Сделаем Но Это Не Означает Что Тут Один К Двум Ничего Не Стоит Можно Типа Этого Гоблина Пропустить Наверное Вообще Можно Много Чего Пропустить Возможно Это Даже Легкий Путь Ну Типа Зачем Вам Если Можно Собственно Много Чего Просто Пробежать И Это Тоже Считается Что Ты Прошел Игру Правильно Ну То То Прошел Стартовую Локацию Считается Жж Конечно Считается Вот Правда Там Сундучок И Меня Бесит То Что Я Его Не Подобрал Вот Из Еще Одних Моментов Скажу Я Не Вижу Этого Гоблина Оружия Поэтому Он Опасный Для Меня Вот Но Мы Все Рано Попробуем Убить Я Сохранился Вроде Сохранился Да Он Очень Опасный Но Мы Все Убили Вот Немножко Покатили Вода Через Всю Комнату Можно Было И не Исцеляться Грубо Говоря Можно Было Съесть Банку Банки У нас Есть Поэтому Ничего Плохого В том Что мы Будем Использовать Нет Вот Более Того Можно Даже Самостоятельно Скрафтить Себе Еще Баночек При этом Прокачивать Алхимию Вот У нас Есть Ингредиенты Такие Как Шляпка Каменного Гриба И И Все Блин Да Банки Мы Свои Не Сделаем Ну И Ладно Можно Яды Сделать Яды Кстати Очень Классная Штука Я На Высоком Уровне Сложности Пробовал Ну Правда Не Очень Удачно Пробовал Накрафтить Кучу Ядов Себе И Ну Не То Что Не Удачно У У меня Получалось Просто Я Потом Забил Накрафтить Себе Кучу Банок С Ядом Вот И Спокойно Можно Пойти На Арену Почему Б И Нет Вот Рядом Есть Враги Придется Отретинить Ману Дальше В принципе Дело Техники Можно Попробовать Убить Этого Гобрина Под Стелсом Вот Можно Его По-другому Убить Соотношение Один Тоже До Хера Поэтому Не Сильно Интересно У него Зато Есть Железный Короткий Меч Тяжелый И Не Очень Короче То есть Дальше Как я уже Говорил Одного Гоблина Можно Пропустить Второго Гоблина Можно Убить Таким Читерным Способом Можно Было Конечно И Магией Вот Дальше Ну Тоже Все Знают Это Самый Изичный Способ Убить Гоблина У двоих Внизу Вон Они Они Внизу Находятся Это Подойти Сюда И Тыркнуть Эту Фигню И Их Досками Убьет Ну Тоже Такое Вот Нигде Больше Это По-моему Не Пригождается В Игре Ну Я Не Уверен Конечно На 100% Но В основном Конечно Вы будете Бегать Все Убивать Это Не Скайрим Скайрим Да Скайрим Вы Еще Много Раз Будете Использовать Хитрости Ловушки Вот А Здесь Нет Отмычка Цена Меньше Чем Вес Жесть Топоры Блина Он Даже Вытащил Лук Прикиньте Успел Молодец Вот Кстати Мне Неплохо Быть Некоторые Вещи Собой Подбирать Потому Что У меня Если Честно Совсем Нет Денег Тут Момент Будет Один Из Самых Сложных Но Этот Противник С Оружием Поэтому Нам От Этого Легче Потому Что Видите Даже Будучи В робе Мы В принципе Его Танчим В принципе Кожаный Щит Я возьму Это Не буду Брать Дружище Тебя Же Я должен Был Взять Да То Есть Вы Видите Что В принципе Мы Его Спокойно Танчим Хотите Качать В магии Установления Качайте Она Очень Проблематично Качается И Поэтому Желательно Бо Ее Побольше Так Вот Делать Два Снаряда Выпустили Надо Сразу По два Кидать Снаряда Это Тоже Опаснее Это По-моему Без Оружия Та Не Вроде По урону У него У него Кинжал Один К двум Ладно Возьму Если Если Что Выкину Оружие Здесь Менее Опасное Чем Кулаки Сразу Скажу Даже На Арене Когда Воюешь Охреневаешь От Этих Кулачных Ударов Можно Переночевать Ману Подрегенить Единственное Как я уже Говорил Здесь Сволочи Спавнятся Гоблины Эти Если Много Сильно Пропускать Ходов Ага Видите Как он Быстро Сокращает Дистанцию Та Умри Делает Микро Пряжки Он За Три Пряжка Добрался До Меня Собственно По-моему Остался У нас Только Шаман И Все Тут Крыски Их Можно Не Убивать Вот Сразу Скажу Шаман Крыса Еще Хуже Чем Крыса Лучше Здесь Контрол Не Зажимать От Большинства Его Атак Легко Увернуться У Него Какой-то Момент Потом Заканчивается Просто Мана И Он Начинает За Вами Гоняться Просто Здесь Я Очень Много Раз Промахивался Сами Видели Вообще В Теории Там Очень Легко Уворачиваться От Его Ударов Единственная Проблема У него Их Два И Если Здесь Я В принципе Пережил Большое Количество Ударов Да То Скажем Так Альтмер Не Переживет У него Мало Того Что Нет 50% Запас 50% Защиты От Маги Так У него Еще И Наоборот 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 У него Уязвимость К магии Поэтому Конечно Там Можно Очень Жестко Отлететь И Тут Есть Такой Неплохой Посок Гоблина Вот Которым Он По мне И стрелял Сволочь В большей Степени Зарядом Электричества По 5 Поэтому Альтмером Я здесь Не завидую Но У альтмеров Как я уже говорил По моему Больше Маны На 50 А соответственно Вот этих Стандартных Выстрелов Вспышкой Он может Сделать На 3 Как минимум На 3 Больше Эти Криски Ваншотные Они Не страшные Возможно Имело Смысл Под стелсом Тоже Юзать Чтобы Убить Здесь Гоблина Вот Но Я не думаю Что Это Как-то Бы Спасло Наверное Этих Крисок Уже Лучше Я Убью Чем Какой-то Гоблин Тут Кстати Железный Длинный Меч Он Тяжелый Весит Много Но Он У него Атака 2 Он Примерно Как Наше Оружие Поэтому Если Кто Хочет Его Использовать Используйте Безусловно Ну Блин Я Только Что Наверное Наверное Я Его Взял Он Все Таки Ну Очень Тяжелый Вот Ну Я Бегал С Таким У Меня Катану Заврали Почему-то Наверное С Того Что Она С Считается Как Ворованное Что Ли Я Бегал С Этим Мечом Нормальный Меч Я Вроде Ничего Здесь Не Забыл Сундук Открыл Вот Так Тут Еще Сундук Много Отмычек Открыл 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 Подмога Почему Ты думаешь Что Она Пребудет Сюда Раньше Чем Здесь Появится И Блин С этими парнями С этими парнями Можно Спокойно Бегать Открыл 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 И Открыл и безусловно но блин ну как вы будете проходить на высоком уровне сложности дальше пещеру блин пробегать их что читаю я но и как вы будете дальше проходить без регена маны как как идем чё ты от тебя тоже может хотят мой держись поблизости дай нам выполнять нашу работу мне дали факел сказали нанеси окей где я факел это здесь и все будет в порядке в отличие от мара от мара винда здесь факел прям офигенно светит убейте их защищайте императора сожгу вам жопы это делать необязательно тут вообще можно просто нести факел как нам и сказали собственно и как бы хватит драться вам никто не не это и просит а блин киусе более того сделать это крайне сложно уж ходить баночки собирать как раз таки атронарху может это самый лучший вариант хочу еще делать ему ману тратить или драться мечом стой мне это не нравится нужно осмотреться там что был сундук похоже все чисто идем мы почти дошли до канализации тут будет нюанс но опять же таки абсолютно легко как бы абсолютно легко здесь выжить ну допустим если не знаешь что в принципе пару раз сдохнешь может быть а потом уже и как как узнаешь как узнаешь но держаться лучше его тут поближе будут приказание кто стоит вот здесь вот тот дурак во-первых скрипт не сработает охраняя его даже ценой своей жизни вот потому что тот кто убьет императора сейчас ассасин я не могу идти дальше вот этот парень сейчас вылезет убьет императора и побежит убивать нас а мы такие вы поняли да короче и ну чё так далеко я не сохранился тупанул короче похоже все чисто идем мы почти дошли до канализации чёрт эта дверь заперта с другой стороны это ловушка а как насчет бокового прохода вон там можно попытаться пошли может даже считать деть нужно будет знаете это тупик какие будут приказания они сзади подождите здесь ваше величество и здесь вместе с императором охраняя его даже ценой своей жизни за императора убейте за клинков и императора ну я не могу а а а а а а а а а стало спаси нас а а а а а а и пропускаем но диалоги и или внимательно и слушаем там тебе вот и выбираем в принципе ну обычно все выбирают свой класс да но я сразу скажу что в конце можно будет чинить перри избрать если тебя впадлу выбираешь мага и все нам дают специализацию магии что дает нам плюс пять к я сейчас принципе расскажу да значит магия дадут рамки в специализации плюс пять ко всем специализациям то есть это к алхимии изменения колдовства разрушения иллюзии мистицизм восстановления плюс пять это нам плюс пять к разрушению да ну и восстановление кстати тоже неплохо далее нам смотрите у нас есть интеллект сила воли их дадут тоже плюс пять вот а интеллект и сила воли сила воли нам даст немножко регенерацию маны а плюс пять на первом уровне это ну блин до хера если честно даже я бы сказал бы и сила воли регенерация интеллект количество маны количество маны да Если у вас латные доспехи и вы воин, не дай бог, в будущем, и у вас очень мало переносимого веса, то много вещей вы нагребли. То есть вы даже не совсем воин, вы, скорее всего, просто вор и тот, кто, знаете, тянет все, все, все тянет, короче, ему все надо продать, короче. Все эти латные топоры, булавы, все это тянете с собой, то выбирайте, наверное, вместо силы воли силу. Сила плюс 5 добавляет вам плюс 10, по-моему, к переносимому весу, если не ошибаюсь, что, в принципе, чуть-чуть вам поможет. Вот, и остальные, смотрите, навыки добавляют плюс 25, если в этом будет, опять же таки, восстановление, плюс 25 это зашибенно. Вот, и, к примеру, разрушение плюс 25, это очень круто. Вот, ну а так их семь штук здесь и, в принципе, пойдет. Я выберу прям сразу готового мага, чтобы не заморачиваться. Единственное, что здесь он даже дает восстановление, прикиньте, разрушение, восстановление, вот эту всю фигню, что нам нужно, включая алхимию. Алхимию почему? Хорошо, потому что мы знаем инградиенты. Я почти угадал. Вот, и смотрите, да, я понимаю. Ну, короче, я понимаю. Я понимаю, и этот сволочь, по-моему, у меня все-таки забирает катану нашу. Назад произошло сражение регендарное. А, что, что, это читаю. Да, этот мудак у нас почему-то забирает катану нашу. Я не знаю, почему он это делает. И обиднее всего, что здесь как бы больше и нет ничего. Вот, поэтому мы будем бегать с кулаками. Вот. Вот. Дядь бы. Оставь императора в покое. Вот. Но есть фишка. Он все катаны забирает. Я не знаю, почему это делает. Он даже здесь как-то пошел и забрал катану, потому что здесь еще одна была катана. Вот. К этому моменту надо было стаскать с собой либо тот меч, который я говорил, либо какой-нибудь кинжал. Слава богу, у нас есть железный кинжал. Вот. И мы хоть как-то будем им махаться. Кстати, скорость стаки у него приличная. И идем, в принципе, дальше. Вот эти все подсказки и квесты атак вымораживают, если честно. И желательно бы найти что-нибудь, чем эту хрень убирать. Так, здесь уже стелс нам в принципе не нужен. Будем бегать с факелом. Вот. Единственное. Здесь, по-моему, у нас уже идут противники. Да, обратим внимание на характеристики. Во-первых, у нас стало больше маны из-за интеллекта. Вот. Двести десять. Это ни хера себе. Вот. У нас здоровья предельно мало. И, смотрите, у нас интеллекта пятьдесят пять. Ну, короче, когда выйдете, безусловно, вместо силы воли берите удачу. Чтоб было удачи пятьдесят пять. Потому что это профитнее, судя по всему. Алхимия у нас тридцать пять. Изменения тридцать пять. Иллюзия. Разрушения вообще тридцать семь. Колдовство под сорокез. Блин, восстановление сорокез. Это все безупречно и, естественно, очень круто. То есть, с такими характеристиками, как здесь, особенно нас интересует разрушение. У нас очень мало расходуют заклинания маны. И, блин, я второй раз хочу показать, но не показываю. Уже десять. А было, помните, было тринадцать, по-моему, расход маны. А может, даже и все пятнадцать. Мы можем из колдовства вызвать скелета. Вот. Что, ну, блин, на изи можно уже дальше все проходить. Просто скелет будет всех убивать. Особенно на высоком уровне сложности. Вот. Свет, короче. Можем вместо факела использовать свет. Малое обнаружение жизни. Это мистицизм. Малое рассеивание. Оборона. Это не та, что у нас, а стандартная. Открыть простой замок можно вообще открывать. Теперь не используя. Ну, короче, все это можно использовать. И электрическое касание. Десять урона при касании. Холодное прикосновение. Это аж пятнадцать урона при касании. Слушайте, это очень много. Вспышка уже не актуальна. Мы возьмем. Но тут надо касаться. Безусловно, это бывает очень сложно. Двадцать два, конечно, расход маны. Но маны у нас до хера. Поглощение здоровья при касании. Тоже жесть. Вот. Пять процентов обороны на себя. Просто интересно, сколько это. Скелета я вызывать не буду, потому что это, если честно, чит. Скелет будет всех просто ваншотать. Стоит он сорок одну ману. И за эту сорок одну ману он просто убивает крысу. Он просто убивает гоблина. Он просто вообще кого угодно убивает. Немножко чит. Я считаю. Ну, вообще, если вы прям ходите, прям проходить, прям проходить. То, естественно, скорее всего вам придется играть именно через скелета в начале. Потому что по-другому вы хер кого убьете. Ну, вот взять. Взять. Ой. Ладно. Крыску мы не убили. Смотрите, просто показываю. Все. Гоблин. Нет гоблина. Нет гоблина. Он пошел еще кого-то убивать. Смотрите. Мега фармер. Возможно, не добежит. Ну, куда ты меня бросил? А, он ее все-таки убил, да? Ну, вы поняли, да? Да. Даже, если честно, не сильно прикольно играть. Ну, с другой стороны, почему нет? Нет. Есть люди, которые любят играть через некромантов и суммонеров. Вот. Потом можно будет купить себе скампа, который просто и хорошо и стреляет, убивает таких вот гоблинов с двух выстрелов магией. Либо с двух ударов убивает их просто в ближнем бою. И он довольно-таки жирный. Очень жирный. Жирнее этого гоблина раза, наверное, в два точно. Я проверял. Вот. Скамп вообще очень мощный. Стоит он. Вы скажите, не хватит денег? Не хватит. Но продашь посох и хватит. Посох продаешь и хватает все. Вот. Ну, вот эти все кинжальчики можно попродавать. Вот эти все латы, всю эту дичь попродавать. И все будет хватать. Плюс еще самому можно бегать в латах. Потому что эффективность магии там уже не режется. Ладно. Смотрим другие заклинания. Берем холодное прикосновение. 15 урона бьет, но впритык. Ну, гоблинс. Блин. Тоже отлично, я считаю. Менее даже читерный способ. Но он честный. Я получил весь урон от них. Булава. А, булавы здесь тяжелые. Более того, это дает возможность нам нормально покатить. Блин. 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 Так. Что я не там смотрю? Перевес, да? Кожаные щиты, грубый щит. Это все довольно-таки дорогие вещи. И довольно-таки эффективные. Кираса только менее эффективна. Вот. И, естественно, малоэффективные всякие там. В основном здесь все на запас сил, да? Угу. Вот эти штуки на повреждение запаса здоровья очень крутые. Режда. ностики % В EB теперь стало чуть-чуть легче а да придется чуть-чуть терпеть урон в отличие от игры за скелета который можно перекрывать такие проходы и вообще собственно не заморачиваться если еще и под стелсом то вообще на изи можно со спины вот кстати я сразу скажу что эти вот заклинания они вроде бы как даже рандомные и так понял потому что когда я прошлый раз играл у меня почему-то не выпало ни ни одного касания и у меня было отпугивание нежити да но не было почему-то вызов скелета я не знаю с чем это связано вот зато другие там обнаружение там жизни по-моему было блокировка была кстати по поводу блокировки так и не проверили и я тогда сохранялся вот теперь посмотрим что у нас защиты защита у нас 5 прикиньте просто 5 что скажем так очень даже неплохо потому что full комплект доспехов нам давали сколько 87 вот здесь бы конечно неплохо как я уже говорил немножко поменять чтобы было больше все таки параметра удачи удача тоже очень хорошая штука на самом деле она добавляет за каждые 5 очков плюс 1 к всем умениям вот если скажете что дальше все уже как бы херня нет дальше есть крабики да я слишком близко крабику подошел если честно их лучше на ренджах убивать этих крабиков урон ближнем бою не вариант вот что делать дальше что делать дальше я в принципе скажу что делать дальше дальше квест делать конечно не вижу особо смысла торговый район имперского города портуемся вот можно при большом желании здесь все облазить пособирать здесь есть иногда золото иногда вещи какие-то определенные которые ну копеечные там вот который можно продать пакела из что немаловажно и частенько попадаются алхимические ингредиенты вот он смотрите красная одежда это нифига себе можно продать вот но блин не продам да потому что у меня все ну не надо критовать кританула вот все равно летим туда торговый район я не буду там все лазить но как я уже говорил есть возможность тут найти ингредиенты нам желательно что-нибудь либо на яды на урон именно урон повреждение здоровья либо на исцеление тоже как вариант вот почему меня кританула я если честно хэзэ вот а вот это места очень хорошие вот они вот они здесь у нас мука причем каждый обычно или борис рис рис тоже очень хорош на восстановление запас сил такие мешки нам нужно прям максимально искать и максимально загребать ремонтный молоток тоже очень хорошо блин единственное что да что то я не все опять лишь таки это куда я все время лезу продумываю и ремонтный молоток я один или я прям все починю короче да тоже вариант не не вариант потом соберу вот еще какие-то мешки здесь правда отмычка только ну и конечно одежда я молотки эти соберу позже ждем собственно где-то до 8 до 9 утра ну пускай будет 9 неважно и идем продавать бесполезные ой я не сюда зашел да я извиняюсь вот бесполезные латы и прочую херню есть и найдешь торговлю конечно немножко подкрутим то где-то под 50 если получится конечно сейчас проверим и попробуем продать ему кинжал да он покупает лук возможно даже после гоблина продать за 95 если честно грабеж средь бела дня вот но хер с ним короче продадим тебе чете золото не падает и не понимаю ты че так и вебы прекрасная сделка в принципе я не знаю будет ли он покупать эти все серебро самородки или нет ну короче у нас есть 300 монет я уважаю твой бит у нас есть 300 монет можно получше поторговать в принципе можно заработать денег больше смотрите у нас есть несколько мест где мы можем купить заклинания это подешевле где-то здесь можно купить заклинания вот эдгар вот оглянись вокруг ты не найдешь компа во всем ты 271 вот и мы подходим под в этот вариант то есть у нас 300 монет то есть вызываешь скампа и он в принципе всех убьет всех убьет на хрен вот я прямо вот вам сразу расскажу что он всех убьет вот либо вот кстати есть снежок например стоимость маны 20 урон холодом 10 и на цель то есть дальний выстрел очень хорошее как мне кажется заклинание вот тут по-разному кстати бывают заклинания эти рандомятся я так понял не всегда прям везет и те попадаются то же самое но скамп здесь почти всегда был у меня так молоточки я все-таки возьму не знаю зачем здесь покупать заклинание у меня лучший товар это не то у меня лучшие товары и сам и зал зоны во всем все тоже можем купить я не знаю видели ли вы предыдущее мое видео там про обливион я показывал собственно из кампа и зомби в принципе зомби тоже с одного с двух ударов убивает этих самых гоблинов да но скамп мне кажется чуть помощнее будет но это не точно если честно лечение средних ранений это имбовое заклинание даже для воина если играете то вас должно быть во первых выбранного восстановления как основная характеристика потому что здесь школа восстановления это вторая или третья вот то есть тут требования есть как минимум 25 к школе восстановления по моему если не ошибаюсь 25 уровня и поэтому до этого момента вы не сможете ее взять ну можно прокачать и тогда конечно ну хилит по 25 ну вы серьезно если у вас хп если вы бретон мах изначально да то у вас скажем так хп 60 со старта ну блин такое пламенное касание тоже мощное заклинание обратите внимание 25 урона херячат при касании уязвимость к огню электрическое касание то же самое только электричеством возможно даже тоже имеет смысл взять вот против гоблинов драться отличная вещь в маны расходуют мана мало вот 45 и 44 в принципе вот поэтому я считаю что надо брать если кому то прям важно что есть у нас у нас у нас у нас получается холодное прикосновение она всего лишь 10 15 а там 25 но то есть мы некоторых гоблинов крысу мы вообще будем ваншотать с одного удара в плиты к некоторые гоблинов будем убивать но там с 3-4 ударов с учетом того что у нас маны в принципе 210 вот а там 45 расход то есть но вы заинтересовать мы мы много сможем найти урона все делом поэтому рекомендую это брать если конечно будете играть за мага на старт можно дальше можно играть за воина глине на мои товары вот паралич вероизм свет уязвимость к магии усмиряющее касание кстати как вариант успокаивает но иллюзия 50 то есть у нас только нету вот если не получается что закупить здесь вот хочется магию помощнее есть варианты пойти в университет тут по-моему есть торговец который продает все что нужно тоже один вот это возможно тебя заинтересуют мои превосходные товары на 150 переносимого веса лечение тяжелых тут конечно все очень дорогое но то что мы в принципе потом со временем можем если мы прямо упорото будем прямо сейчас начинать качать к примеру мы не хотим качать больше первого уровня но посмотрели мои видяшки решили нахер надо я пройду на высоком уровне сложности игру на первом уровне почему бы и нет вот тогда в принципе ледяная стрела вам пригодится потом она стоит конечно 1200 но я думаю у вас к этому моменту будет все вот так что в принципе или огненный шторм ну 50 конечно ну маны расход бешеный но у вас потом это все будет раза в два меньше он это заклинание будет стоить прям ну я чтоб не соврать наверно маны 50 там может даже меньше открыть сложный замок это надо изменения до тепловой взрыв урон 70 на цель жесть удар молнии на цель 70 урона шаровая молния но это нам не интересует сейчас щит на 40 процентов на 30 секунд это прибавка наверно если тот щит который на 5 процентов нам прибавляет 5 защиты то этот наверно даст 40 защиты я не знаю вот но изменение аж 75 это дохерища короче тут можно че повыбирать если честно можно че повыбирать для того чтобы убивать потом всех с одного выстрела даже на высоком уровне сложности но на первом уровне естественно дальше дальше мы можем пойти собственно вот сюда здесь идем направо и вот гильдия магал по моему если не ошибаюсь привет я взгляни на мои товары тоже визу ска тебя что-нибудь заинтересует ловушка души огненная стрела 20 уронов на цель 49 маны расход кстати не самый худший вариант я сказал бы я был вот его бы я взял бы скорее всего простой замок огненная стрела 20 урона вот ну давайте короче смотрите мы удачи сохраняемся что я могу сделать для тебя или даже не так сохраняемся мы прям нормально сохраняемся до свидания до свидания что покупая возможно тебя заинтересовала и превосходные товары спасибо что не за еще ставим его ну это ну это типа замена вспышки расход маны небольшой если что будем бомбить ледяным прикосновением на 15 впритык если маны мало вот можно конечно найти что то аналог какой то и в этом да ну ладно фиг с ним лечение легких ранений оборона вот и давайте пробовать куда-нибудь полететь где-нибудь чем повоевать я в принципе предлагаю полететь опять канализации но только не саму канализацию пойдем а пойдем чуть чуть дальше через речку кто это нас бандит ну бандиты для нас конечно сильный противник блин если еще не мазать да бандиты это сильный противник с бандитами рано воевать и 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 крабики да ё-моё зашибись вообще как можно было в краба промазать три выстрела в краба попробуем ближнем бою его убить расход маны меньше в принципе намного эффективнее маны 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 но целом можно сильно не заморачиваться и ну просто мы прокачиваем маги разрушения потом купим себе более мощное заклинание и можно в принципе все шутать но это есть и при условии если мы не будем качать левел что такое где он я туплю что ли надо было с помощью читов просто карту открыть и не заморачиваться ладно пойдем к той крепости по моему там тоже гоблин есть на фаерболт слишком долго летят поэтому без шансов попасть кого-то на таком расстоянии на один форт а если тут гоблины да есть один гоблин я просто мастер я не знаю на изи теперь у меня маны ни хрена не хватит ладно буду в ближнем бою пытаться убивать ничего у него к сожалению нету но в принципе как видно можно с ним даже чуть-чуть воевать ищем тут всякие ништяки может быть даже найдем какое-нибудь хорошее оружие на продажу где я убил этого мудака мелкого вот у него же по-любому тут было какое-то оружие железный кинжал у него был видите как хорошо ничего хорошего но могу предположить что если здесь был находишь этот гоблин то внутри тоже есть гоблин и вот мы тут нашли мертвого мародера с латами как удобненько вот сами латы нам только на продажу ну крыс мы убиваем с одного выстрела видно было да вот короче дальние атаки у нас оказались не столь эффективны по причине того что они очень требовательны по мане поэтому что-нибудь что что-нибудь что бьет вблизи например та же самая вспышка ну ледяная эта оказалась очень даже эффективнее но конечно с другой стороны намного безопаснее все таки стоять на расстоянии и вот мы видим врага и так вот хотя бы чуть-чуть много пробивает безусловно ухты какая-то железная булава которая почему-то стоит больше чем весит удивительно блин тут враги рядом придется хилиться пойдем под стелсом потому что что-то мне кажется что враги находятся там от внизу да и прикиньте вуаля мы можем вот так вот сделать короче м 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 по моему я убил его м м м м м Продолжение следует... 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 вот хотя как по мне факел поприятнее наверное ах уж нехорошие люди ах уж хитрые сволочи одесса моблинс я вижу его оружие но не вижу ух ты даже такое бывает ладно я дальше смысла если честно ну допустим допустим смотрите ситуацию те же самые ситуация да то же самый гоблин я собираю это все дичь но вместо вместо единички допустим ладно похер пускай место шестерки будет вызов скелета он какой-то мощный слушайте это какой-то босс видимо поэтому меня убил с одного удара но я во первых могу так бесконечно что ты я завтыкау ну и в итоге мы его убили у него какой-то крутой кинжал я скажу что скам бы его скорее всего вообще ушатал бы просто так один на один без проблем l зашибенная штука этот l потому что он стоит отлично что он вообще себе представляет этот l запас сил увеличивает ладно мы можем конечно чуть пол химичить все равно перегруженные да да я мое лук железный короткий меч ладно булавы по выкидывая зелья силы трон костная мука еще раз а кто-то был такой что за парень такой гоблин пехотинец еще без златов когда бегаешь так удобно везде прыгать слушайте так удобно в чем дело ну кажись это пришла бы смерть да скорее всего вот но кстати не факт что скам бы не победил бы этого орка короче вот так вот я считаю что в принципе можно играть в мара винт в обливион да берете магию призыва проходите как хотите смотрите скажите ну блин какая-то дичь и я если честно не хочу играть через мага объясняю начало вы все равно проходите как маг уже когда вы ходите можете выбрать себе воина то есть воинские все эти вот фишечки единственное конечно что я считаю если вы хотите прям проходить даже за воина а в начале вы будете доносить урона нихера и отгребать очень сильно то взять еще все таки колдовство и все таки вызов скампа например было бы замечательно вызов скампа и тогда бы скамбы вас бы просто какое-то время качал бы а потом уже вы бы уже стали мега воином с крутыми доспехами и уже всех шатали бы наверное но это не точно вот вот так вот я считаю собственно наверное сейчас у меня на скампа денег не хватит мне просто интересно шатает ли скамп этого он орка ой ой сорян 7 через два часа примерно продолжать успехи оружие дружище давай им хотя бы еще парочку троечку ты должно быть шутишь ну блин тебе удалось неплохо заработать отлично превосходная сделка спасибо что не по моему скамп у нас здесь если не ошибаюсь да что ты хоть взгляни на мои то возможно тебя заинтересуют мои превосходные зомби прощай что ты хоть можно конечно есть вокруг ты не найдешь лучших цен во всем там и можно конечно чуть мощнее взять ближнебойку да и ею бить все ближние бойки они как бы меньше расходуют маны но скажем так тогда нам придется чуть-чуть терпеть урон зачем нам это делать оглянись вокруг ты не найдешь давай до 50 заходи если смотреть по магии то скамп стоит дороже и длится он всего лишь 20 секунд вместо 40 но нам если честно похер на этот факт на самом деле потому что формально мы будем на каждого противника вызывать одного скампа скамп уже в принципе бандитов может побить чуть-чуть даже он своего скампа вызвал лох робо-мага синие замшевые туфель очки а с чего это вдруг тут забыл мах и я и мы и и и и скамп предатель и крыса а спавнили с противником как видно ну в принципе это даже на руку некоторым да но мы не прокачиваем получается магию вот от отравил моего скампа отойди тут кинжал ладно где-то кинжал дел это был такой же самый мощный да получается но в этот раз его скамп конечно ушатал с легкостью обратите внимание да давайте проверим что это за тип вас был ведь он их ушатывает это у нас нет просто гоблин ломает им башки что это боевого мага убил только что жестко жестко . к сожалению где-то мы постеряли много весит ничего не не атакуют а девочек блин как я его убил то это для меня загадка 36 да у нас по моему есть какой-то мул не нету к сожалению вообще никакого да да нету булава опять в минус ой 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 тут много чего надо в минус железные кирасы железные сапожки они дорогие блин я вам сразу скажу железный этот меховые сапожки туфельки и меч железной длины дорогой можно сюда еще раз вернуться перед все вещи по забирать сапожки и и и и и и скамп он еще и однозначно очень выгодный все-таки по мане как я уже говорил это один каст одна одна цель вряд ли редко когда приходится перекастовывать скампа на одного противника и допустим смотрите мы где-то тут недавно находили бандюганов где-то там да и они нас наказали а теперь попробуем мы их пойти наказать не знаю получится не получится по моему тех рынках да не были ну вы видите да конечно скамп безусловно на свои ману на свою ману он только что расправился с двумя крабами которых чтобы мне убить раньше нужно было потратить маны в разы больше прячемся за скампа минус 1 мощная девуха возможно мне придется 2 скампа потратить но все равно что тут у нее за оружие железный боевой молот меховая кераса отмычки ну интересные вещи железный лук кинжал плюс еще тут у них есть книжка 25 монеток стоит ну я не продам ее за 25 понятное дело я так условно говорю мне не смогу туфельки то есть по факту по факту для меня теперь ну если я буду использовать скампа в принципе даже два штуки бандита убить уже не такая уж и проблема то есть вообще не проблема ладно ладно но это блин я конечно знаете я в скайриме так играю я в скайриме играют через лидию вот на высоком уровне сложности вот я беру лидию качаю крафт даю ей шмотки доедрические какие-нибудь там или какие-то стану в начале игры и она идет просто всех выносит а я бью в спину там типа как разбойник да ну только не всегда кинжалом да из подстрелился чаще всего такой здоровенный молотом доедрическим желательно спиняку чтоб прям вообще там аж разлеталась от него все вот и ну да там есть еще колдовство которое можно вызывать лордов дреноры до лордов доедра вот и они тоже вроде бы как неплохо дерутся а их можно еще даже два вызывать вот если там прокачать немножко профессию и плюс лидия то они там в принципе втроем и могут даже и дракона ушатать нас на высоком уровне сложности до порода времени даст где-то дало до 40 потом конечно уже уже все слабее здесь же если честно тоже этот скамп он левел маленький скамп и появляются как первые юниты в вратах обливиона я уже показывал если портануться вот сюда сквач в вратам обливиона то там будут спавниться только скамп и одни скамп и ну там будут конечно дриморы но самые слабые слабее чем скампы грубо говоря их убить легче чем скампов и возможно даже скамп их ушатают но они правда могут вызвать своих скампов вот только что вы уже видели как мах вызвал скампа и сдох при этом как бы в чем проблема вот то есть там со скампом ну на первом уровне может и по проходишь потом уже сложнее да если прокачать призыв там до 75 плюс то в принципе можно портануться в такое замечательное место я не знаю где но я где-то покупал атронарха причем никакого-то там этого лоховского огненного да или ледяного а именно атронарха молний вот мало того что отражает от себя физический урон то есть такие вот булавщицы дурочки они просто самоубиваются об него вот так он еще и магией бьет в разы сильнее раза в два сильнее чем скамп из кулака бьет раза в два сильнее чем скамп то есть он в принципе там где скамп делает два удара атронарх делает один вот и магией он просто ходит и все шотает нахрен короче возможно эти даже парней он бы просто зашотал бы но до наверно 15 уровня потому что атронарх там по-моему 15 уровень и всякие там уже дремора которые 20 уровня они этого атронарха скорее всего просто порвут более того они нам вызывают собственных таких же самых атронархов что в принципе бессмысленно конечно против них потому что они друг друга магию не боятся у них полный иммунитет к магии молнии поэтому ты в принципе имея атронарха ну как в скайриме все имея атронарха можешь еще стрелять магией молнии ауешить там с по страшному не боясь что зацепишь своего атронарха вот короче когда так ладно ребят в принципе я думаю понятно что играть можно на высоком уровне сложности правда на первом уровне недолго и убивать спасибо за просмотр и всем пока